Да ладно? Какие люди? Блин, Кэп, не говори никому, пожалуйста. Ну пойми, просто сейчас кризис. А я ищу в Афейс вернуться. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-то пин-коды на один час. Не сыр, а куха. Будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго чирил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, всё нужное находишь. Статку растишь и раков все отгнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май! Здорово, Рокутагин. А, приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. Здорово, Костян. В общем-то, чё я тебе хочу предложить? У нас есть с тобой по 200 кейсов, правильно? Есть такое. Вот. Собственно, сейчас у нас с тобой будет битва. В случае, если я выбиваю золотую пушку, а ты не выбиваешь, то я свои пин-коды, которые выбью, 200 штук, я тебе их кидаю в предложку, в твою группу ВКонтакте. Ну и, соответственно, люди, подписчики твои забирают. Да. Соответственно, обратная ситуация будет та же самая. Если я выбью, а ты нет. Если мы оба не выбьём, или, допустим, оба выбьем, то мы эти пин-коды скидываем каждый себе. Да. Сообщество. Вот такие вот пироги. Согласен. Как ты на это смотришь? Согласен? Ну, как бы классно, чё, вообще нормально. Всё, порадуем людей, так сказать. А золотой пушкой что делать? Золотой пушкой... Золотой пушкой разыграем, если что. Ну, там уже сами посмотрим, решим. Ладно, давай, давай. Всё, тогда что, начинаем, поехали? Давай. Скажешь, на какой счёт? А да можешь просто открывать, и сейчас параллельно уже будем там... Давай, да. ...смотреть. Если выпадет, то уж, я думаю, мы поймём. Ну, чё, поехали? Да-да-да, я уже начал вовсю. Так, я тоже начал. Давай, твои предикшены. Как ты думаешь, нам с этих 400 кейсов что-нибудь упадёт тебе? Ой, не знаю, не знаю, Костян. Ты же знаешь, что это... Лох не мамонт, да? Да, Лох не мамонт, Лох не мамонт. Это надо закрыть. Так, ладно, у меня ледник на один день. Стелс Пистол. Пока нифига, вообще не идёт. У тебя как? Так нет, тут награды-то такие как раз-таки. Только ледники на один день. Ну, либо куш сразу, золотые пушки. Вот, и я даже не знаю. Тут, скорее всего, не куш нам будет, а кукиш. Кукиш, кукиш. Ну, это, блин, нормально. С кейсами это обычное дело. Я не знаю, мне с кейсов, ну, прямо скажем, не густо обычно падает. В чём, я заглядываю себе в Донэшн Алирс, у меня там подписчики такие, типа, Вау, смотри, Рокутайгин, какой я молодец. Реально убивает чё-то, знаешь, что прикольно. Да, я частенько тоже наблюдаю такое. Ну, это, опять же, делают исключительно те, кому уже совсем делать нечего, вот. Деньги некуда девать, они идут на игромаркет. А так, вообще, на самом деле, я его не очень-то и одобряю, я бы лучше, на самом деле, сам сидел в игре и всё выбивал. Ну, просто порой в игре бывает так, что нет такого. Ну, игромаркет, да, игромаркет это чисто по приколу покрутить, потому что, понятное дело, что шанс здесь чё-то выбить, он ниже, чем в игре. В игре там конкретно закидываешь, одна пушка, крутишь и выбиваешь, и всё нормально. Да. Плюс ещё в игре есть шанс, типа, выбить там карт чёрного рынка, сейчас уже практически на всех пушках есть. А тут такого, к сожалению, нет, да. Была раньше ещё практика, типа, всё или ничего кейс, когда там была туфта совсем награда, и, допустим, куш, золотая пушка какая-то условная. Это была тоже прикольная практика, но и как показывали, так сказать, результаты, то она была не очень приятная. Ты, кстати, крутишь кейсы сейчас скипая их, нет. Нет, ты ждёшь каждый раз, когда каждый докрутится, ты что? А как это делать? А просто нажимаешь на экран, и всё, и он тебе скипает сразу. А, ну всё нормально, давай. Ты не знал? Не, не знал. Я же вообще игромаркет не так часто использую. Иногда по приколу покрутить что-то можно. Всё нормально, отлично. Во, а ты не так, блин, до утра сидеть. Надо, как в этом, кубики Рубика делать. Пропустить, короче, типа, и по пять сразу крутить. Да, да, давно пора ввести, потому что раньше, допустим, если ценные игромаркеты были конские, ну, откровенно конские, там кисы по 49 рублей могли стоить, там, я не знаю, по 50 рублей, то сейчас цены на кисы настолько сильно упали, что их можно просто делать, ну, чтобы по пять сразу открывалось. Потому что это вот, ну, очень долго. Это, кстати, как... Костян, мне выпал символ нашего с тобой везения. Волосатый леденец. Да, Хаймзона ещё в волосах. Да, вот ещё один выпал на три часа. Как вы думаете, где волосы Хаймзона, да? На леденце. На леденце, да. Кстати, ты его видел с волосами? Да, он кудрявый был. Я тоже видел. Ну, ему что-то не идёт, честно. Вот и он лысый, он вообще такой брутальный, и вообще симпатяга. А что-то с кудряшками ему не шло, не шло, вот честно. Так, был бы женщиной, дал бы Хаймзон? Нет. А, Хаймзон, да, конечно, обязательно. Не, ну он парень-то женатый, так не честно. Вот когда он был, как бы, неженатый, тогда бы дал, если бы... Тогда он был волосатый. Блин, сука, точно. Вообще не успех. Ай, чё-то пошло. Да. Пошло под откос. У меня этот чай такой был прикольный, сколько закончился только. Вообще душевный. Персик и маракуйя. Люблю этот чай, вообще классный. Заходят на отличненько. Блин, да одни леденники падают, волосатые леденцы. Ну чё такое вообще? Да, да, у меня тоже. Я уже вот скрутил примерно 70 кейсов. Ещё по секрету, честно, будут как бы... Ещё до этого 100 кейсов я тоже скручивал. И мне не выпадало ничего. Ну, прям вообще. То есть 100 кейсов, если без скидки стоили 1400 рублей, 1400 рублей, я вот леденец. Во, вот, полосатый леденец. Одна буква неправильно написала. Ну, я чувствую, мы с этих ледников теперь уже никогда не выберемся. Одни ледники падают. Ну, не знаю, не знаю. Тут уж как повезёт. Ну да, тоже правда. Тут может как бы и прокнуть, а может и не прокнуть совсем. Ну, я бы хотел что-нибудь золотое здесь выбить. Ну, мне пару раз что-то выпадало за всё время нормальное такое. То есть пушка навсегда. По-моему, один раз даже золото... Да, один раз золото выпало. Но это было, блин, 100 лет назад, как говорится. Ну, а мне золото ни разу не падало отсюда. С игромаркета. Вот сколько я видосов делал, сколько я крутил даже просто так. У меня неизвестная ошибка. Давай заново. Давай, открывай. У меня ни разу не было, чтобы выпало что-то золотое. Мне киллтек так выпал, мне капылил. Я офигел вообще. Золотой киллтек, серьёзно? Да, золотой киллтек. А у тебя он уже был обычный? Ой, в смысле золотой. У меня был обычный, мне золотой выпал. Представляете? А, даже так нифига. Да, это был нагиб, такие дела. Это было очень круто. Дорогие подписчики, напишите, вы вообще золото часто убиваете с этих кейсов? Я думаю, что нет, они напишут. Я думаю, что многие напишут вообще, я здесь даже не кручу ничего, я в игре кручу. Ну да. Особенно, тем более, в канун Нового года, мне кажется, все вообще берегли специальное средство. Последние месяца два, может быть. Не тратили на игромаркет, не тратили в игру, а ждали фикс прайс. Ты вот себе что приобрел? Я себе приобрел АМБ, она всегда золотое, и золотое АК-12. О, ну это прям солидные пушечки такие. Да, да, да. А чё чапу не взял? Да, ну блин, не знаю. С чапой я наигрался, я один, наверное, из первых, кто его вообще набил, помнишь, что это было? Охота на знаменитость. Два дня чапу из рук не выпускал. Набил на 25 тысяч. От дочек. Да, и поэтому как-то не знаю. Не было у меня большого желания крутить чапу, я с ней наигрался. Как и с киллтеком, но киллтек у меня тем более золотое есть. А АМБ, блин, я настолько эту пуху люблю. Если она не сильно просядет, там, со временем, с годами, я и дальше буду с ней катать. Ну, время от времени. Не знаю, у меня прям чё-то такой любви нету. Сейчас, вот, ну, именно к инженерскому пушкам. У меня такая любовь была к Крису. И я, типа, вот потом пересел на Сиком по Икс, потому что, ну, всё-таки, понятное дело, лучше намного, чем Крис. Вот. И потом, после того, как я Сик набил, я вернулся на Крис. И вот с Крисом даже играл, несмотря на то, что уже там АМ-ка начала появляться, АМБ-шка. Вот сейчас Витязь есть. Я всё равно предпочитаю Крис. Не, мне вот больше всего АМБ-шка прям в душу запала. Мне она так нравится. Такая классная пушка, я знаю, я от неё тащусь, правда. Очень нравится эта пушка. И вот я решил себе золотую взять. Ну, кстати, этот, Витязь тоже ничего. Ну, он какой-то такой, приедается быстро. АМБ-ха прям классно. У неё звук такой классный с душаком. Прямо. Вот, на самом деле, кстати, когда я ещё на ПТС играл с этой пушкой АМБ, всё было так неоднозначно, потому что я заходил на мясорубку, и там стрелял с бедра. И убивал абсолютно всех. Да ладно? Да, серьёзно. Там просто можно было на мясорубке легко забрать с бедра первое место на ПТС. Потом я пошёл на РМ, и вроде на РМ она, ну, такая, типа, весьма средней пушкой показалась. Мне показалось, что СИК МПХ всё-таки получше будет. Ну и сейчас, не знаю даже, на самом деле. Сейчас вот сколько я на РМ не играю, у всех почти АМБ-шки. Почти у всех, реально. Это прям как-то странно даже. Ну, она классная просто, она очень убойная. И у неё фишка в том, что у неё... И глушитель. Да, и глушитель у неё имеет свойство пламегаса. Снижает падение урона на дистанции, прошивает контейнеры. То есть, ну, это дисбалансный глушитель. Это считать, что ты вот с пламиком бегаешь на кресе, например, вот то же самое. Но при этом тебя не слышно и не видно на карте. Это ж круто, да. Ну, так-то да, так-то оно так. Я прям согласна с тобой. Да, я опять попадаю в полосатый леденец. Да, у меня тут вообще не густо. Сколько у тебя осталось кисть? У меня 92. Полосатый леденец, братан. Мне даже ничего не упало. А что мне упало тут? Полосатые леденцы падают. Какие-то кобальтокинетики на один день, на три часа, я не знаю. Ну, фигня полная, короче. Я не понимаю, блин, но реально люди у меня играют. Я на стримах даже сижу, блин. Человек такой, знаешь, крутит там. Что-то выбил, потом ещё что-то выбил. По несколько штук иногда убивает за раз. Да, я такое говорю тоже. Я частенько такое вижу, что заходишь, там смотришь, там реально люди что-то выбивают. А сам же я прихожу сюда. Думаю, сейчас я так же глядя на него. Не знаю, не знаю. Ну, как бы на сайтах левых рулетках всяких там накручивают шанс, а нам его наоборот скручивают на игромаркете. По-любому. Потому что, ну это что-то вообще не дело. Я прям недоволен. Это вот у меня уже, грубо говоря, 260 кейсов скручено и ничего не упало. Но это же не алло совсем. Почему 260? Ну, потому что я до этого ещё крутил. А-а. Когда ещё скидки даже не было. А, понял, понял. Вот, и что ты как-то вообще не хочешь? Давай, 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 давай. Давай, выводи. Сука, на один ледник. Костян, у тебя тоже ничего до сих пор, да? Нет, вообще не хочется. Золотой Смит и Уэстсон. Арвотим, деточка. Да, навсегда. Поздравляю. Так оно и бывает, да. Это успех. Не, ну теперь уже всё. У меня от души отлегло, честно. Хоть что-то кому-то из нас упало. Да. Хоть что-то. Волосатый леденец опять следующий. То есть намёк, что больше подарков не будет, извините. Ха. Не, ну слушай, давай мне тоже тогда уж что-нибудь дай. Сундук. Сундук несчастья. Давай. Эх, блин. Не, я что-то чувствую, что не хочет. Не хочет оно никак. Что ты, кстати, планируешь делать на Новый год? На Новый год соберёмся. Короче, я с женой. Родители мои. Мой тётя, дядя и мой брат двоюродные должны. Ну не знаю насчёт них. Они что-то приболели. И они подозревают сами, что это может быть корона. Так что, может быть, их не будет. Но мы уже подарки запаковали. Всё сделали. Жене, как я тебе говорил, я уже подарок таким секретным образом передал. Всё. Так что всё нормально. Сядем. Семейный праздник. Посидим, салатики покушаем. Мы всё разукрасили. У нас, знаешь, так душевно, классно. То есть, ну очень круто всё смотрится. Вот. И вот. Включим телек. Будем кушать салатики. Пить шампусик. Отдыхать. Ну, блин, ну пожалуйста. Культурный отдых будет, короче. Да, я уже тут начинаю наглеть. Я уже прошу, знаешь. Ну дайте ещё что-нибудь. У меня ещё 50 кейсов. Брррррр. Полосатый леденец. Да. Ну ладно. Нет, ну чё-то меня вообще не хочет ничего падать. Короче, я, видимо, этот. Мастер неудач. Давай, давай. Есть магистр йода, есть магистр мёда, есть магистр костя. Магистр костя. убить. Ну, это какой-то вообще леденец полосатый, реально. Ну, давай, давай, ну, пожалуйста. Волосатый, если быть точным. Ну, осталось тут чуть-чуть, сорок с лишним, сорок один кейсов у меня осталось. А у тебя? У меня двенадцать, но я уже сейчас с анимацией так потихонечку. Да, 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 давай, потихонечку, медленно так давай, крути. Причмокивая. С леденцами, да? Ну, блин, ну, быстрее, сука. Ну, давайте, давайте, давайте. Или что-нибудь, или всё. Знаешь, так, знаешь, открыть всё так, знаешь, двести штук, бац, открылось сразу, и всё. Да, да, да. Нет, тогда контента не будет. Чё, это будет видео на две минуты, так неинтересно, да? Нет, ну, это для тех, кто это, кто пришёл сюда так чисто, денёжку слить. А мне кажется, кто сливает денёжку, или они как раз процесс более важен. Думаешь? Ну, мне кажется, так, да. Напишите, ребят, в комментариях, как вы вообще относитесь, вообще, почему вы крутите кейсы? Типа, вам нравится сам процесс, или вы реально рассчитываете каждый раз приходить что-то выбивать? Почему вы это делаете? Напишите в комментариях. Реально интересно узнать. Ну, вот у меня жена... Слушай, у меня последняя... Чё, чё, чё? У меня вот жена, она любитель таких игр, она даже в этих... Игрушки в автоматах достает постоянно, когда мы в магазин едем за покупками. Но она, говорит, ей интересен сам процесс. Понятно, что не какой-то пиксель в Warface, не какая-нибудь игрушка в магазине они не нужны, а она игрушки всё равно потом родственникам раздаёт. Но... Ей интересен именно сам вот этот факт. Кручение, понимаешь? Азарта. Выиграть. В казино ей нельзя, короче. В казино нельзя, по-любому. У нас мечта, может, потом как-нибудь будет возможность в Америку съездить. Вот, я-то там был. И в Лас-Вегасе точно нельзя. Там всё очень красочно, классно. Но я когда в Лас-Вегасе был, мне настолько неинтересно было. Я в автомате поиграл один раз, короче. Пару раз посидел, ну, не знаю, там, минуту поиграл, много центов позакидывал. И потом я пошёл, короче, просто гулять. А там погулять есть где. В Лас-Вегасе он интересен именно в плане погулять. Я там Амаров поел, там низкие цены такие, всё классно. В казино устраиваешься, короче. Самое интересное, ты в казино как бы, ну, так, прилично по ценам, да, по деньгам. Вот. А потом там жрать можно, короче. Там всё по таким доступным ценам. Там реально, ешь Амаров, такое ощущение, что ты обычных креветок где-то купил. Ну, то есть, круто. Вот. Слушай, друг, ну, я закончил. Ну, у меня 6 кейсов, вот. Я закончил неудачно. Ну, прям произошёл неуспех. Неуспех полнейший. Ну, бывает. Вообще неуспех. Ты знаешь, мне в плане везения, помнишь, мы играли это, отгадай предателя, типа, такого. Вот мне везёт в этом плане, я не знаю, почему. Последний кейс, давай. Смотрю, анимация пошла. Есть, комбат-кинетик на один день. Да, ну, короче, получается, что? Я эту битву только какой-нибудь калаш упал. Ну, да. А так вообще, ну, золотые вещи тоже не было. С лёгким приспусканием подливы только так. Ну, вот, короче, смотрите, ребятки, я вот эти все пин-коды 200 штук, я их залью в Мортиду. Да. Вот. И обязательно я вам об этом дам знать, когда это произойдёт. Так что, так что, следите за моей группой ВКонтакте, я там, соответственно, всё напишу. Вот. Ну, и, собственно, подписывайтесь на Мортиду, ссылочка на него будет в описании, на его группу ВКонтакте тоже, потому что туда прилетят мои 200 пин-кодов. А его 200 пин-кодов, я не знаю, там, наверное, в роликах будут, может, ещё как-то, может, чего-то. В общем, такие вот пироги. Огромное вам всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. Удачи. Не, ну, произошёл вообще не успех. Ну, блин, бывает. Субтитры сделал DimaTorzok